95 лет прошло с того момента, когда не стало Сергея Есенина. Сегодня его стихи звучат почти везде. Отличники восторженно читают его описание природы. Учителя восхищаются небывалым гением и красотой слоган. Но где? Где проходит та грань, за которой мы можем рассмотреть настоящего поэта? И что от него нам осталось? Как произошло так, что восторженный юноша превратился в законченного алкоголика и скандалиста? И каким мы должны помнить Сергея Есенина сегодня? Это первый выпуск специального проекта творческого альманаха Artifix. Судьбу ни одного великого человека нельзя рассмотреть только с одной точки зрения. Всегда есть воспоминания друзей, врагов, современников или родных. А мы трое просто решили в замочную скважину истории, подсмотреть за жизнью, которая растворилась в строчке, в движении мелодии или движении кисти. Откуда в крестьянском мальчишке столько неподдельной любви к родине, с ее сермяжной правдой и суровым крестьянским бытом? Есенин насквозь пропитан поэтическими традициями крестьянского фольклора. С него текли все те же русские реки. С березками, ромашками, васильками и храмами. Образами, понятными всему нашему народу. Тяжкий животный труд, которым был обременен русский крестьянин, не укладывался в поэзию Есенина. И хорошо, потому как лишь отдалившись на шаг от трудовых мук, можно разглядеть красоту и тайну крестьянской духовной жизни. Но этот шаг мог сделать лишь человек незакобаленный, ведь у Сахини до поэзии. Сергей Есенин был хоть и из крестьянской семьи, труда тяжелого не знал. Его отец-крестьянин работал в Москве в мясной лавке, а Есенин проводил детство у зажиточного деда в компании Дидьё, которые бывало издевались над маленьким Сережей, но зато не грустили. То в три года на лошадь без седла усадят и вголоп, то в реку выбросят из лодки. Все для дитя наука. Есенин принадлежал числу тех немногих русских поэтов, чьи детство было лишено благотворного влияния высокой культуры. Но зато у него было настоящее детство, как у всех сельских ребятишек. Как вспоминал сам поэт, за озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную. Часто говорил бабке, ты у меня дура, его не трожь, он так крепче будет. Из будущего поэта родители мечтали сделать сельского учителя, но Есенин с детства уловил свое поэтическое призвание и не позволил сбить себя с верного пути. Поэт не был вовлечен в трудовую деятельность односельчан, но хорошо знал их быт и психологию. Он впитал от них неиссякаемую любовь к родине, красоте ее природы, преданиям и сказкам. Одной из первых попыток Есенина осмыслить суть народного миропонимания и русского характера стала повесть Яру. Я озвучил эту повесть для вас в приложении Artifix. В описании есть ссылка на наше приложение. Скачайте его, пожалуйста, и послушайте. Но будьте осторожны, потому что после рассказа у вас может серьезно поменяться ощущение русской ментальности. Подобная переоценка произошла и у меня. С раннего детства Есенин был свидетелем бессмысленных и беспощадных пьяных побоищ, овеянных романтикой, геройства и какой-то особенной деревенской удали. Религиозность, остатки древнего язычества, свобода и, наконец, жестокость. Все это как тесто, замешанное на красоте русской природы и приправлено гением. Вот что такое Сергей Есенин. Но люблю тебя, Родина кроткая, а за что разгадать не могу. Весела твоя радость короткая, с громкой песней весной на лугу. Я люблю над покосной стоянкою слушать вечером гуд комаров. А как гаркнут ребят итальянкою, выйдут девки плясать у костров, загорятся, как черно-смородина, углеочи в подковых бровей. Ой, ты, Русь моя, милая Родина, сладкий отдых в шелку купырей. Когда Есенин перебрался в город, он тосковал по деревне и черпал вдохновение из воспоминаний. Он часто отвердил друзьям, что хочет вернуться в свое родное Константинова. По воспоминаниям Марингофа. За четыре года, которые мы прожили вместе, всего один раз Есенин выбрался в свое Константинова. Собирался прожить там недельки-полторы, а прискакал через три дня обратно, отплевываясь, отбрыкиваясь и рассказывая, смеясь, как на другой же день, поутру не знал, куда там себя девать от зеленой тоски. Так что же, революция угробила духовность и красоту русской деревни? Или поэт, живя в городе, не замечая этого сам, стал проводником других ценностей? Я думаю, и первое, и второе. Когда начались первые революционные волнения, Есенин проникся духом перемен и поверил правой революции изменить молившуюся до потопатриархальную Россию. Большевистские главари увидели в поэте лоялиста и подняли его на стяг, окружив заботой и всенародной любовью. Многих тогда Есенин своими стихами заставил поверить в свет революции. Но спустя время поэт горько раскаялся и до конца своих дней не мог себе простить за то, что своей поэзией накормил кровавого зверя. Красота духовная часто проявлена там, где унижено тело. И наоборот, по возвращению из Америки Есенин был поражен бездуховностью царившей там. После нашей разрухи, говорил он, здесь все пропитано и выглажено под утюг, но человека здесь я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду подсмердяковщину. Так в чем же секрет русской духовности, которую Есенин так и не смог отыскать в Америке? Очевидно, что под духовностью он понимал душевные отношения между людьми и высокие нормы морали, которые он получил еще в детстве в родной деревне Константинова, а не в Петербурге или в Москве. И вот здесь у меня возникает резонный вопрос. А мог ли крестьянин того времени без религии отцов и Божьего Слова получить высокие нормы морали и основы духовности, которые кроются в принятии наравне с потребностями тела, потребностей души? Вот вопрос. Во многих ранних стихах Есенина деревня ощущалась колыбелью святости и чистоты. А вот насколько страшно мог развращать город, он поймет немного позже. До этого он осознает, как может изменить человека любовь. Его биография полна женщин, страсти и любви. Он всегда находился в отношениях, но при этом оставался одиноким. Своими романами он будто хотел заполнить пустоту внутри себя. Насколько бы женщины не посвящали ему своей жизни, ничто не могло успокоить поэта и уберечь его от скандалов и пьянок. В Москве в его жизни появилась Анна Изрядного. Они познакомились в типографии и завертелось. После красивых ухаживаний, а Есенин был очень галантен с женщинами поначалу, они съехались и у них родился сын. Он старался быть примерным отцом, но хватило его ненадолго. От домашнего очага и пеленок он скоро бежал в Петроград. Но с Аней у них до конца жизни сохранились теплые дружеские отношения. Она уважала в нем трудоголика и видела, какой огромный путь он прошел за 10 лет. Все связанное с Есениным было для нее святым. Она его не обсуждала и не осуждала его поступки. Они были неоднозначными. Есенин был вообще спонтанным и страстным. Мне кажется, что за всю свою жизнь он любил только одну женщину – актрису Зинаиду Райх. Она была в отношениях с его другом. Однажды они небольшой компанией отправились к морю. На обратном пути, в поезде, он подошел к ней и неожиданно сказал «Я хочу на вас жениться». И она согласилась. Вышли тут же в Вологде и обвенчались. Хотя со дня знакомства прошло примерно три месяца. Но это яркое начало было началом конца. Чем больше они узнавали друг друга, тем больше отдалялись. Есенин становился известнее, а вместе со Славой росло и количество поклонников, и количество собутыльников. Есенин пил, бил ее, потом вымаливал прощение. Она прощала. Но, несмотря на двоих детей, несмотря на попытки наладить отношения, брак все-таки распался. Он уже остыл к ней. Из-за ссор и слабого здоровья ребенка она загремела в клинику для нервно больных. А когда вернулась, Есенин попросил развода. Позже она вышла замуж за режиссера Всеволода Мирхольда. Спустя несколько лет после развода Есенин с горечью писал ей в письме к женщине. Простите мне, я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным умным мужем, Что не нужна вам наша маята, И сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда Под кущей обновленной сени. С приветствием! Вас, помнящий всегда. Знакомый ваш. Сергей Есенин. Тоскуя по райх, Он в это время был в отношениях с Надеждой Вольпин. Меняя женщин, он не менял своего отношения к ним. Он продолжал пить и скандалить. Больше всех он любил себя. Надя однажды сказала ему, когда он стоял у зеркала, Какой сходный у нас с вами вкус. Я люблю Сергея Есенина, И вы любите Сергея Есенина. Он только ухмыльнулся. Скоро в его жизни случился самый яркий роман. В 21 году он познакомился с известной американской танцовщицей Осейдорой Дункан. Она была почти на 20 лет старше него. Он не знал иностранных языков, Она не говорила по-русски. Это была заметная пара. Балерина с мировым именем и известный поэт. Она считала его невероятно талантливым и говорила, Есенин гений. Я покажу его миру. Я хочу, чтобы все перед ним склонились. Она была богата и оплачивала все его кутежи. В России ее слава начала угасать. Они поженились и уехали за границу. А там из известного поэта он превратился в просто мужа великой танцовщицы. Есенин, конечно, не мог этого стерпеть. Снова алкоголь, снова побои, Снова признание о высоких чувствах. Страсти, которые кипели в их отношениях, Выливались в его стихах к ней. В огород бы тебя начучила пугать ворон. Да печенок меня замучила со всех сторон. А потом извинения. К вашей своре собачьей пора простыть, дорогая. Я плачу. Прости, прости. Спустя 15 месяцев приключений они вернулись в Россию. И в конце концов к этой экзотичной иностранке он начал остывать. Она уехала во Францию. Позже признавалась, что три года здесь были лучшими в ее жизни. Прости говорила, между нами никогда не было ссор и обид. А в личных письмах писала, Я рыдала и страдала из-за него так много, Что, кажется, исчерпала все человеческие возможности к страданию. Не страдал от разрыва только сам Есенин. В 1924 году он оказался на Кавказе. И влюбился там в батумскую учительницу. После яркой Дункан он был покорен скромной девушкой и ее восточной красотой. Шагане Тальян. Да, именно ей он писал «Шагане, ты моя Шагане». Он посвятил ей много трогательных строк, но отношения их оставались только дружескими. Но, пожалуй, не на чью жизнь Есенин не повлиял так, как на жизнь Гали Бенеславской. Они встретились в 20-м году на литературном вечере. И она влюбилась в него до беспамятства. Смотрите, как она описывала свои чувства. Я могу отдать все. И принципы, и тело. Я засыпаю и просыпаюсь с мыслями о нем. После разрыва с Дункан он жил у нее. Она занималась его литературными делами, вела переговоры с редакциями, выполняла разного рода просьбы и вытаскивала его по ночам из кабаков. Он видел в ней только друга и совсем не мог разглядеть женщину. Рассказывал ей о своих романах, не обращая внимания на то, какую боль ей причиняет. И раз за разом, год за годом ранил ее словами. Вы вольны делать все, что хотите. Меня это абсолютно не касается. Я ведь изменяю вам. Он был к ней жесток, как и к другим своим женщинам. Но, узнав, что у нее роман с сыном Льва Троцкого, немедленно съехал и был в абсолютном бешенстве. Он сказал, вы мне близки как друг, но я нисколько не люблю вас как женщину. Униженная Бенеславская уже второй раз из-за Есенина слегла в больницу с неврастеней. А Есенин начал ухаживать за Софьей Толстой, внучкой легендарного писателя. Они поженились. Она заботилась о его здоровье, помогала по работе и была абсолютно счастлива. Есенин о своей жизни говорил так. «Готовлю собрание сочинений в трех томах и живу с нелюбимой женщиной». Многие считали, что он с ней только из-за фамилии. А Софья хотела жить только для него. Она отдавала ему всю себя. Она хотела спасти его от разгульной жизни, от алкоголизма, от депрессии. Но было поздно. В декабре 1925 года он, не сказав ни слова ни ей, ни друзьям, уехал в Ленинград. Когда ей сообщили о смерти Есенина, она закричала и долго не могла в это поверить. Свою любовь к нему она пронесла через всю жизнь. Галя же пять лет терпя его пьянки, скандалы, измены, пренебрежения, его холодность к ней не смогла вынести лишь одного – жизни без него. Ровно через год она застрелилась на его могиле, оставив записку. «Самоубилась здесь. В этой могиле для меня все самое дорогое». Ее похоронили рядом с ним, оставив на могильной плите надпись «Верная Галя». Для всех этих женщин он был не просто близким, родным. Они любили его и принимали и его талант, и его скандалы. Для них его уход – глубокое горе, которое навсегда оставил пустоту в их сердцах. Но пустота осталась не только в сердцах женщин, любивших Есенина. Пожалуй, лучше всего о гибели поэта высказался его главный литературный конкурент Владимир Маяковский. Читаешь эти строки и понимаешь, какой болью была эта утрата. Навсегда теперь язык в зубах затворится, тяжело и неуместно разводить мистерии. У народа, у языкотворца умер громкий забулдыга подмастерья. Звонкий забулдыга подмастерья лучше не скажешь. В тот момент, когда в начале 20 века все поэты стремились создать новые образы, сделать новый литературный язык, Есенин, наоборот, стремился к упрощению. Но кто сказал, что простота – это плохо? Ведь очень часто самые простые, но точно подобранные фразы могут быть куда выразительнее, чем самые вычурные описания. Говорить просто о сложном – вот настоящий признак истинного мастерства и таланта. Это стихотворение все уже давно знают. Оно фактически стало попсой. И действительно, что сложного в сравнении земли и корабля? Это же очень древний символ. Начитаешь строки и прям так и хочется сказать, ну вот, Сергей Александрович, как же ты прям в точку попал? Как же ты умело смог все это описать? И картина несчастной любви, и революцию, и то отчаяние, которое все чаще овладевало тобой. Но кто ж из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я под дикий шум назрело, знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. В последних строках ад всех коучеров и успешных людей. Но проблема только в том, что Сергей Александрович Есенин был в разы успешнее всех этих замечательных тренеров. Он прижизненный классик, он на вершине своего литературного успеха. Так почему он выбирает вместо обычной и достойной жизни пьяный угар. Да все очень просто. Настоящий талант это не только дар, это еще и проклятие. Мы платим за все и не звонкой монетой, а иногда собственным рассудком. Повторял и буду повторять, святые не создают шедевры. Страсти, пороки, сомнения. Вот лучшее топливо для таланта. И именно в этом топливе и расцветал гений Есенина. Ох уж эти столичные кабаки, скольким художникам и поэтам они дарили мнимое утешение их печалей. Московские пятийные заведения были увешаны копиями картин Алексея Саврасова. Имя он платил за водку. В этих кабаках великолепно, феерично рассказывал биографии великих писателей Николай Успенский. В этих же кабаках о выгорании, о потере таланта рассуждал автор картины «Неравный брак» Василий Пукерев. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. Писал в свое время Владимир Высоцкий. Открываем сборник Есенина Москва-Кабацкая. Этот настоящий гимн печали и отчаянию и читаем. Как тогда я отважный и гордый только новью мой брыжет шаг. Если раньше мне били в морду, то теперь вся в крови душа. Трагедия славы состоит в том, что тот, кто ее желает, никогда не получает того, что хочет. Каждый художник, пожалуй, мечтает быть услышанным, мечтает достучаться до сердец, завладеть вниманием публики, но любовь толпы не любовь родных. Люди не поддержат тебя, если ты падаешь, зато посмеются над тобой, но аплодисменты от них начинаешь зависеть. Они дарят тебе иллюзию того, что ты не один, но наступает утро, а вместе с ним похмелье и вновь в кровати только ты и твое одиночество. Есенин, который так красиво писал о любви своим друзьям и знакомым, говорил, что это чувство для него мучительно, невыносимо, и кажется, он просто хотел заполнить пустоту внутри себя. Именно за этим всегда он все доводил до крайности. Ему нужны были скандалы, нужна была шумиха вокруг своего имени лишь для того, чтобы не чувствовать себя окончательно покинутым и одиноким. Один знакомый поэту вспоминал, что когда он пришел в гости к Есенину и Сидоре Дункан, то в доме нигде не было воды, повсюду был налит алкоголь, даже в чайнике на кухне. Был коньяк. Город это страшная сила. Она подчинила себе поэта, он не выдержал испытания славой. От светлых картин юности не осталось и следа, где-то в глубине души, наверное, ему хотелось семейного счастья, уюта, но он понимал, что этому уже не бывать. Один его знакомый вспоминал, что один раз они ехали по Литейному проспекту и Есенин с грустью посмотрел на него и показал на дом, после чего сказал, вот эти окна, я здесь жил с женой в начале революции, у меня была семья, был самовар, как у тебя, а потом жена ушла. Это он про Зинаиду Райх, которую с ценами ревности доводил до нервных срывов. Самая тяжелая битва с самим собой. Уже в 23-м году поэт откровенно признавался в своих стихах «Вот и себя я не сберег для мирной жизни, для улыбок, как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок, смешная жизнь, смешной разлад, так было и так будет после, как кладбище, висеян сад и в берез изглоданной кости». Это и есть та самая трезвость, о которой уже после смерти Есенин написал Владимир Маяковский. Напомню эти строки. «Вы ушли, как говорится, в мир иной, пустота, летите в звезды врезываясь, ни тебя ванса, ни пивной, трезвость». Нет, Есенин, это не насмешка, в горле комом не смешок. Вижу, взрезанной рукой помешков собственных костей качаете мешок. Смерть поэта или музыканта, может ли быть более благодатная почва для слухов. Многим кажется, что слава и успех это панацея от всех бед, что такие люди просто не могут находиться в депрессии. Но на самом деле это великое испытание, в ходе которого наружу выбираются проблемы, о существовании которых ты мог даже не подозревать. 95 лет назад не стало одного из лучших поэтов в русской литературе. Сергей Есенин был разным. Он был влюбчивым, восторженным, сомневающимся, скандальным, а иногда даже депрессивным. Его было тяжело любить, а выдерживать его любовь, пожалуй, еще тяжелее. Но все это осталось в прошлом, а у нас есть строчки Есенина, те самые настоящие живые, в которых отразились проблески той самой великой красоты, благодаря которым в мире есть радость и существует искусство. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой на земле угрюмой счастлив тем, что я дышал и жил, счастлив тем, что целовал я женщин, мял цветы, валялся на траве, и зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Знаю я, что в той стране не будет этих нив, злотящихся во мгле, от того и дороги мне люди, что живут со мною на земле. Цените своих родных и близких, смотрите рубрики нашего канала про историю, про художников, и самое главное, счастья вам в новом году. И помните, любимых не отпускайте. А мы, ведущие канала Artifix и весь наш творческий альманах, желаем вам счастья, удачи, и, конечно, не забываем про приложения. Любим искусство и с оптимизмом смотрим в будущее. Ура! На самом деле, простите нас, пожалуйста, за такую мрачную тему. Как говорится, не мы выбирали, так совпало. А так, мы очень позитивные ребята, которые хотим рассказывать вам про литературу, искусство и, самое главное, историю. Кстати, обязательно познакомьтесь с рубрикой Алины. Поверьте, будете поражены тому, насколько много всего интересного есть в прошлом. А так, счастливого Нового года и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова